Мастерман, саппылсады, дегешедет мәселеденің қайты орылысын. Жаңа, мен адымда айтқан, әртестер айтқан жұмыстан барысында, біз бүгінгі гөні дегешедет үшін бектілген 800 жоқ нысандарға қосымша тағды алпыз үрі кәсіп орандардың сынып отырмыз. Бұл үзімге, оның үшінде, 38-і біздің Қасамруқ қазына ұлтық қолдыңыне кірет, түрт-түрттен байтырекпен қазағыра қолдыңыздың қасы орандары. Ал 14-ті, ол мемлекеттік меншіктегі әрі мекемелер, олардың үшінде аэропорттарда бар, формаций, қазақ афтадор деген сияқты үрі қасы орандар. Айтып көт үшін бұл қазы орандар балансық құны, бүгінгі 5 миллиард тенгеден жоғары оладың қазы орандар. Сондықтан біз бұл жұмысты тоқтатпаймыз. Бүгінгі үкемет отырысында біз тағы байындағын, тағы қосмошат 161-дей. Бұл қазақ афтады бұл қазақ афтады бұл қазақ афтады. Как уже было сказано, мы уже проводим подготовительную работу по 60 крупным дополнительному списку предприятий. И мы уже разослали предложения и работаем порядка с 10 крупнейшими инвестиционными компаниями, юридическими консалтинговыми компаниями, которые нам помогут отработать по списку и нести предложение по каждому конкретному объекту, по способу продажа. Конечно же, в этом будет применяться и адрес, прямая адресная продажа, там, где есть уже действующие партнеры. Это будет вопрос привлечения международных иностранных инвесторов, там, где есть большая заинтересованность. Для этого мы привлекаем, для того, чтобы максимально использовать международный опыт и сделать максимальную привлекательность этих объектов. Как я уже сказал, мы примерно до 13 октября должны уже внести конкретный перечень, внести конкретные проекты договоров на правительство, с какими консалтинговыми компаниями будем работать, и будут выделяться соответствующие ресурсы, для того, чтобы эта работа максимально быстро и эффективно была проведена. Как я уже говорил, мы провели дополнительную домашнюю работу, еще посмотрели перечень компаний, балансовую стоимость которых ниже 5 миллиардов тенге. Мы предварительно составили 161, список из 161 компаний, которые мы также отработаем с государственными органами, вынесем на правительство, и перед вами также будем отчитываться. Пока предварительно общая балансовая стоимость составляет 290 миллиардов тенге, и в них работает порядка 74 тысяч человек. И вот если мы посчитали приблизительно, если вот эти крупные 60, и дополнительно еще мы список проработаем, именно в том количестве, то мы можем сократить количество предприятий, которые будут в республиканской собственности, примерно на 60%. И балансовая стоимость их уменьшится на 638, и останется только на 470 миллиардов тенге. И работа на этом тоже так же не будет останавливаться. Мы рассматриваем вопросы дальнейших преобразований, например, ряд государственных предприятий, которые оказывают общественно значимые услуги, они должны превратиться в государственные учреждения, а ряд, наоборот, коммерциализироваться, превращаться в ТО, и дальше будут передаваться в конкурентную среду. При этом государство будет обеспечивать поддержку этих процессов путем предоставления государственных заказов, путем аутсорсинга своих функций. И соответствующие поправки сегодня рассматриваются уже в бюджетном законодательстве в парламенте. Важен единый мониторинг всех этих процессов. Ирбал Адаскаврюкш уже говорил, что холдинги будут самостоятельно привлекать консультантов, но мы этот процесс будем в едином русле проводить, и будут использоваться единые площадки для того, чтобы обеспечить единобразие этих процессов, и с тем, чтобы инвесторы, потенциальные внутренние инвесторы, имели по принципу одного окна доступ к всей этой информации. Коротко о статистике. По состоянию на 21 сентября, что мы сделали в рамках второй волны приватизации, из утвержденного списка мы на сегодняшний день выставили 379 объектов, продано 205, 174 объекта находятся на повторных торгах, есть, конечно же, моменты по подготовительной работе, и некоторые объекты больше, чем два раза выставляются. Кстати, в рамках ускорения этих процессов было принято решение, что многие объекты будут, если больше двух раз выставляться на торги, если не нашлись покупатели, то они будут уже ликвидированы и будут продаваться в виде имущественных комплексов. На сегодняшний день мы продали примерно 68 миллиардов тенге. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok